День в день, час в час, минута в минуту, радио, полкома, добро пожаловаться! Я хотела спросить, вы слышите меня? Да, 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 Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко... Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Доброе утро, уважаемые слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». Вот я под левую руку ставлю телефоны, чтобы удобнее было нажимать кнопки. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9. 6-7-213-93-9. Под правую руку ставлю специально для ваших сообщений в WhatsApp. Открываю компьютер, чтобы не пропустить ни одного. И у вас есть уникальная возможность по всем коммунальным бытовым проблемам позвонить, получить консультацию абсолютно бесплатно. На ваши вопросы отвечают председатель правления товарищества центра консультаций собственников квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. А также эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП, Айвар Гонтарев. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну и звонки мы принимаем. Пожалуйста, звонить 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Любые проблемы, вопросы, которые касаются действительно домов, их обслуживания. Я понимаю, что сейчас наступает осень. Конечно, вот те, кто успел подготовиться к зиме, провести все ремонты летом, тот молодец. А вот, в принципе, что сейчас стоит на главной повестке дня, вот, может быть, у домоуправлений, у компаний обслуживающих дома, с какими проблемами сталкиваются чаще всего ближе к осени? Ну, в первую очередь, это подготовка к подключению к отоплению. До конца сентября, я полагаю, должны быть сданы вега-силтумсов все теплоузлы и получены разрешения на подключение к отоплению. Это одна из главных задач. И дальше следующее – это завершить подготовку к земле. Еще раз проверить наличие остекления, проверить крыши, проверить сливные стоки, водостоки и так далее, чтобы, ну, с наступлением холодов не начались какие-то внезапные проблемы. Сквознячки не гуляли, вода не потекла. Вот у нас уже звонки посыпались. Здравствуйте, доброе утро. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Я куда только не обращалась, это единственная у меня возможность к вам обратиться. У меня простой вопрос, очень конкретный. У нас под окном каждое утро приезжают машины, большие мусоросборники и становятся прямо под окном. У нас однокомнатные квартиры, 16 квадратных метров, живут в основном бабушки, очень больная женщина внизу, она вообще не может возникнуть. Я записала все номера, которые паркуются прямо под окном. Эти номера вы можете записать. Ну, я думаю, что, может быть, какой смысл? Единственное, я бы вас попросил, во-первых, сделать радио потише, потому что у нас идет эхо. Да, хорошо. А во-вторых, в принципе, я понимаю, что эти номера вы можете передать, их не обязательно озвучивать в эфире. То есть у вас... Вы могли бы просто выключить? Да, спасибо большое. Я выключила, да. Теперь я перечислю номера, которые останавливаются под окном, и только одна машина, которой я уговорила ребят, чтобы они не парковались под окнами, а три шага от окна. Это вот, спасибо им, этот номер 76-87. Они приезжают, они как едут, так и едут, не разворачиваясь, между домами должны ставить, потому что мусор собирают под моим окном и соседнего дома, потому что там нет места. Почему мы должны терпеть все это? Мы прожили 60 лет здесь, в этом доме, и ни разу под мусорниками не просыпались и не усыпали. Это ненормально. А во сколько это все происходит? Все это происходит в 8.30, в 7.40 бывает, и в 8.45. Потом приезжают еще брать маленькие контейнеры со стеклом, это бросают, и мы под этот штук засыпаем. Подождите, засыпаете это вечером, что ли, или утром? Это мы засыпаем под штук вечером, бросают стекла, эти бутылки, потом стекло, потом пластмассу, и потом один ящик, который стоит, мусоросборник маленький, потом большая машина приезжает, он сломанный. И оттуда идут запахи, и мы все это должны терпеть. Почему Рижская дума совершенно не заботится о своих жильцах? Так, а на каком этаже вы? Я звонила в газету. Они сказали, ставить можно машины только 10 метров от окна. А у нас 3-4 шага от окна. Скажите, а у вас эти мусорные контейнеры стоят под окнами, да, на улице? Эти, они стоят, мусорники маленькие, и вот эти сборники стекла, пластмассы там всего, они стоят между домами. Но от нашего окна это 3 шага. Сейчас попросим прокомментировать экспертов. Я бы хотела очень поблагодарить единственные ребята, которые приезжают и ставят свою эту большую мусоросборную машину между домами. Я им очень благодарна. Но я не могу каждого, потому что потом приезжают за картоном, потом за хламом, потом и так далее. Вы знаете, что собирают. И сейчас собираются, объявили, что будут ставить еще дополнительные какие-то мусоросборники небольшие. Опять так нам под окно, и мы не выдерживаем. Ну, я вкратце могу сказать, что это то, что ожидают практически всех собственников квартир города Виге. Планируется, что сейчас Рижская дума примет новые правила, в которых четко сказано, что у каждого дома должны стоять все виды контейнеров. Это для бытовых отходов, это для сортированного мусора, это для стекла и это для гниющих отходов. Все это должно стоять у каждого дома. Есть место, нету места, это никого не волнует. И вообще это будет очень сильно город наш напоминает город мусорников. Если у каждого дома должно стоять по 4-5 мусорников, каждый мусорник содержит свой вид отходов, значит 4-5 рейсов должно быть забирать. Места у домов, у большого тела, значительной части домов нет. Нету просто, чтобы обеспечить даже санитарные нормы, скажем, там нужно выдержать минимум 15 метров от ближайшего окна. Там должно быть твердое покрытие для того, чтобы его можно было подкатить к машине. Должен быть свободный подъезд и так далее. Чтобы все это обеспечить, во многих случаях придется ставить на тротуары, либо на газоны, подобное. Уже наплевав на нормы санитарные и так далее. О чем думают те товарищи, которые занимаются так называемым зеленым сбором мусора, я не знаю. Они думают, по-моему, обо всем, но только не о том, что будет с теми людьми, для которых они это задумывали. Я понимаю, что количество контейнеров там должно быть от 4 до 5, да, получается? Ну, пока 4. Пока 4. Пока 4. Если нет места, где их разместить, их приходится, в общем, размещать и... Где попало. Где попало, где можно их вообще выкатить, чтобы их можно было забрать. Всякого рода установки этих контейнеров между домами, близко к стенам, тоже заканчиваются плачевно. Не секрет, что очень часто, не знаю из каких побуждений, но прохожие ему поджигают эти контейнеры, потом выгорают стены и создается опасная ситуация. Поэтому, в принципе, если уж хотят нормального, хотим нормального города, надо выделять межквартальные, внутренние, локальные площадки для сбора мусора, которым будет пользоваться, ну, скажем, ряд домов, и сразу это место выделять так, чтобы оно было и безопасным, и удобным, и не мешало жить. Но в этом случае надо менять и систему оплаты, и нужно менять и весь подход к этому делу. На самом деле, всего это так. Это, думаю, не будет это делать. Я думаю, это уже явно видно, что сама реформа, мы неоднократно говорили в вашем эфире и везде, мы вот каждый день же соприкасаемся с жителем вместе, да, там, что она не продумана, эта реформа, она запущена неправильно и теперь активно поддерживает. Да, там, создаются такое впечатление, что вот в политике, когда депутаты выбираются, они понимают, что какие-то вот такие странные дела не творят именно в начале, после того, как они были выбраны, чтобы у них было там время потом к концу своих выборов еще что-то хорошее сделать тоже, да. Ну, это подтверждает также та информация, которая вчера просветилась в новостях о том, что полностью сортированный и упакованный мусор таким торговым цепям, как Риме и Максима, нужно тоже отдавать за дар вывозчикам мусоров, которые выглядели в определенной территории. То есть там, где все отлажено, там, где все сортируется, да, там, где уже логистика проложена, это тоже нужно отдавать. Почему это нужно отдавать? Потому что кто-то поставил большие деньги, наверное, на тот денежный поток, который идет от этого мусора и сдача его потом в вторичную переработку, да. Они, в принципе, сейчас забирают мусорщики те продукты, за которые сортировал Риме и Максим, они получали какие-то деньги, да. Таким образом они заботились и о природе, и каким-то образом компенсировали свои издержки за эту функцию, да. То, что сейчас творится, то, что вот вся эта непродуманность, да. Что жители могут сделать? Ну, к сожалению, жители могут объединяться, и не только в рамках одного дома, но и в рамках целого квартала. Ну, раз самоуправление там что-то их заставляет делать, и плет на их необходимости, и комфорт, и все остальное. Ну, тогда нужно самим брать в руки решение этого вопроса, смотреть, где в квартале, внутри квартала можно это сделать, объединяться всем домам, ну, и таким образом решать, потому что политики не решат этот вопрос, это уже ясно. Потому что мы рассказывали, как это можно было делать централизированно, признав всю необходимую инфраструктуру как в рамках красных линий, да. А в рамках красной линии самоуправление может создавать и площадки, и стоянки, и любую инфраструктуру, которая необходима для вот внутриквартальных жилых домов. Это было сделано, это не было сделано, и мы видим, что это тоже и сейчас не делается. Наоборот, все больше и больше обязательно ставится только на самих жителей и управляющих. Но Дума этот вопрос централизирования решать не хочет. Я боюсь, что они и не могут, они просто не понимают, чем они занимаются. Не хотят, Сергей. Не хотят. Если бы хотели, сделали бы круглый стол, пообщались, поняли, как это... Они же сказали, вот тут, как я возражу, тут же прискочило в прессе, что у них было обширное обсуждение, они каждого из звонивших в Думу спрашивали, согласны ли они на дополнительные жители контейнеры, все с энтузиазмом сказали, что да. Это в прессе прозвучало, что был вопрос, и что вы здесь вообще говорите. Но у меня только вопрос, как задавался вопрос. Хотите ли вы, чтобы пакетики не летали по улице, или хотите ли вы, чтобы контейнер вонял под вашим окном? Вот тут два разных вопроса. Я скажу, что наш призыв объединяться, он тоже весьма лукавый по одной простой причине. У меня есть группы домов, где между ними традиционно стоит уже с советских времен общая контейнерная площадка. Но сейчас что-то решить общими силами юридически невозможно. Площадка стоит на земле одного дома. Все остальные это воспринимают как должное. Если ставить вопрос о том, чтобы сделать ее лучше, значит, нужно собирать деньги на проектирование, нужно принимать решения потом о совместном обслуживании, об устройстве и так далее. И как это могут решить 5-6 домов совместным решением, даже процедуры такой нет. То есть каждый дом сам по себе должен что-то решить. Поэтому я еще раз повторю, пока идет вот такая, ну, просто-напросто, передел рынка и вытягивание денег, где возможно. Потому что на самом деле это никакая не мусорная реформа. Но был один поставщик, который вывозил, сейчас другой. Практически те же люди, только под другим названием. Работает. Да, и мы хорошо, Сергей, помним, что вот как вот радиослушательница нам звонила и говорила, вот не так вывозят неправильно, не в те графики и так далее. У нас, как у организаторов домоуправления, у нас был выбор, да, что я, например, мог договариваться с одной, второй или с третьей компанией, у которой такой график вывоза мусора, который больше подходил нашим людям. Да, там. И намного проще было, когда в рынке была конкуренция. Сейчас, куда смотрит совет по конкуренции при этом вопросе, вообще не понимает. Спит. Ничего не слышал, никаких активностей. Была неправильная организация того, я соглашусь, и про это и Сергей говорил до этого, что неправильно, что в одном квартале заезжали по два-три мусорные компании. Это нелогично с точки зрения логистики, да, и того, что две-три машины все же они, ну, больше напряжь сделали, напряг делали внутри квартальный, да, там. Это, да, с этим можно согласиться, но сейчас конкуренция больше нет. Все, монополия. У нас есть. Ну, страха у компании о том, что я могу отказаться уйти к другим, тоже нет, и поэтому повлиять никак нельзя. Если уж делаем монополию, так давайте уже монополию делать под какие-то самоуправления, и пусть самоуправление полностью организует этот процесс. Потому что оно возникает функции. Когда все будет работать? Как это работает на Западе, кстати говоря? Из эфира реплика у нас просто звонок. Здравствуйте. Алло. Да. Доброе утро. У меня вопросов и одно соображение вот по поводу этой темы. было упомянуто, что реформы не продуманы. Вот на скидку кто-нибудь может сказать, какая реформа была продумана вообще из реформ, которыми забрасывают тут руководство города? Какая была продумана? Это первый вопрос. А второй вопрос. Значит, если говорится, что брать в свои руки решение этого вопроса, тогда зачем нам нужна Рижская дума? Зачем ее кормить нам своими налогами? Это тоже непонятно вот мне, да? А третье соображение. Не интересы рижан движут властями города, а тем, чтобы сделать красиво перед Брюсселем, чтобы выполнить их регулы. Всего вам хорошего. Ну, соглашусь, только с одной поправкой. Это особенностерического самоуправления. Я еще раз повторю. Почему-то в Юрмале те же компании, что обслуживают Ригу, принимают мусор по весу. И это сразу снимает очень многие вопросы. В Юрмале мусор собирается, каждый контейнер взвешивается, и таким образом обеспечивается, ну, хотя бы один элемент прозрачности. Сколько вы насыпали в контейнер, столько и учтено. А не так, как сейчас подъезжает пустой, полупустой, он все равно считается как полный. Если мы говорим о другой стороне, сиглудоцессис, то там мусорные компании занимаются тем, что они обустраивают и подземные эти самые мусороприемники и другого типа контейнера, которые эстетически и гигиенически выглядят совершенно по-другому. Когда я спросил, а почему там так, а здесь, а у нас так, а нам сказали, ответ был очень простой. Юрмала выставила условия при организации работы. Цессис и ГУД тоже выставили условия, что мусорная компания должна обеспечить компактные подземные приемники, чтобы реже ходил транспорт, чтобы все было эстетически. Значит, это характеризует работу самоуправления. Где самоуправление ближе к людям, там что-то происходит. Если мы говорим слово реформа в отношении риги по мусору, то никакой реформы не было. Была смена одного поставщика услуг на другого. Называйте это переделом рынка, называйте это как угодно, но это была просто смена. Ничего, вот скажем, с точки зрения обработки мусора не произошло. Ни улучшения, ни ухудшения, вообще изменений не произошло. Как было, так и осталось. И сейчас только ухудшается. И еще я хочу сказать там вот про все эти дела. Ведь надо помнить еще об одном моменте, что есть такой налог, дабы свесиваться на доквис. И за каждую картонку, за каждый кусочек пластмасса, который уезжает в Латвии или используется производителем в качестве упаковки, он платит налог. Собственно говоря, когда мусор, как говорят, собирают бесплатно, это стоит вопрос о том, что это налоги. Налоги должны быть, возвращаются за переработку. Берется сразу уже в стоимость товара, включена стоимость переработки упаковки. И она потом перераспределяется. Поэтому ими отбирают сортированный мусор. Как же так? Чистая дележка налоговых денег. Вообще эта проблема для Виги скоро станет очень неприятной. Особенно в следующем летом, когда это все завоняет. Вот как раз слушатели спрашивают, кто заинтересован в этом мусорном бизнесе, какие силы заинтересованы. И спрашивают такой вот интересный вопрос. Что дешевле, сортировать мусор возле домов с увеличением рейсов мусорных машин в несколько раз, или сортировать их прямо на мусорных станциях? Почему так не решается вопрос? Давайте я на первую часть вопроса попытаюсь ответить. В том, Сергей, кому это было выгодно, ясно сразу. Те, которые в отрасли наблюдают за теми сделками, которые происходят с куплей, продажей компаний, в этой отрасли совпало так. Расскажу, что было, например, в Риге до этого 6 компаний или 5 компаний, с которыми мы могли свободно договариваться и говорить о цене и о вывозе, и о качестве, и о чистоте и так далее. Сейчас это одна компания. Мы видим, что она уже пару раз поменяла владельцев. Маленькие компании, у которых у вас был выбор дать или не дать заказы, их больше нет, их проглотили большие компании. Вот и все, произошла элементарный захват и перераспредел рынка. И консолидация. И дальше люди, которые подкованы, чуть наблюдают также, что происходит в СМИ, какие активности дальше происходят, там видно. Какие министры, о чем выступают. Как пытаются популяризировать то, что они натворили. Да, там очень все просто. На второй части сейчас, наверное, Сергей сможет ответить. Ну, я скажу так, что, конечно, сортировать сразу мусор, скажем, в квартире, это гораздо более просто и дешевле потом весь процесс строить. Хотя бы в той грубой сортировке, как у нас предусмотрено, что отдельно складывается картон, полиэтилен, ну, пластмасса и металл. Это один контейнер, следующий контейнер – это стекло, и следующий контейнер – это все, что не попало в первые два. Ну, и плюс к этому хотят добавить еще контейнер длиннующих отходов. Но, наверное, это было бы более дешево. Не надо строить такие мощные мусороперерабатывающие заводы, либо можно строить цеха, но по специализации. С точки зрения организации процесса, безусловно, дешево. Дальше вопрос состоит в том – удобство. Мы сейчас, вот я не знаю, но я, может быть, кто-то очень сильно обидится, мы напоминаем мартышку и очки. Если кто помнит эту басну, когда мартышке дали пару сотен очков, она там все одевала себя на разные места. Мы видим, как это делается внешне в других странах. Это дисциплинированное население, которое аккуратненько раскладывает по восьми пакетикам свой мусор, аккуратно его несет и так далее. Только забываем об одном, что это все создавалось в течение 40 лет, исходя из специфики местных рынков и местных климатических условий. Сейчас одним махом это все внедрить мне представляется весьма сложным. Поэтому нужно быть, во-первых, очень деликатным, и, во-вторых, я еще раз повторю, нужно создавать удобство для жителей. Не неудобство сегодня на пятиметровой кухне держать 7-8 пакетов, а все-таки создавать какие-то такие внутриквартальные центры, где человек может прийти и, может быть, даже, грубо говоря, рассортировать свой мусор, сразу там пошел, и свой пакетик с мусором раскидал по разным контейнерам. Но это должно быть удобно и не под окнами домов, и не на виду, скажем, в том эстетическом виде, в каком есть. Вот это я хотел бы сказать. Ассортировать, конечно, надо, и это удобно всем, и лучше потом всем. Ну, то есть мы сейчас наблюдаем самое начало этой реформы, и, скорее всего, столкнутся люди с последствиями ее в ближайшие месяцы, а к лету совсем все станет плохо. У нас еще один звонок, я напомню, телефон 677-212-93-9. Здравствуйте. Ну, я вот смотрю, в Литве уже 5 или больше лет назад эти пэт-бутылки пластмассовые, все в максимум магазинах можно сдать, получить деньги, купить товары. А у нас такие тупые политики не могут договориться это сделать. Эти контейнеры пластмассовыми бутылками переполнены, но у меня просто зла на них не хватает, от тупизны латвийских политиков. Ну, скажем так, сейчас принято решение, и эти станции по приему тары будут поставлены. Насколько это актуально, с учетом того, что постепенно запрещается всякого рода пластмассовая тара, не знаю, но есть решение, давайте говорить так, что, наверное, все не так просто, как нам кажется. Я бы тоже здесь сказал, что все, пока ты сам не начинаешь организовывать процесс, все кажется очень просто со стороны. Но на самом деле печально то, что не видишь даже попыток. И вообще у меня... Ну, вот я еще раз повторю, вот эти гниющие отходы, но аргументами открытыми. Как это будет выглядеть? Я минимально... Вот сейчас фирма прислала предложение, минимальный объем контейнера четверть куба. Ну, значит, каждый, что в 60-квартирном доме, грубо говоря, каждая квартира за месяц должна... И минимальная частота вывоза за это месяц, раз в месяц. Значит, каждая квартира за месяц должна произвести по 4 ведра пищевых отходов. Потому что там ничего другого не допускается, там без упаковки, чисто пищевые отходы. Это чтобы заполнить контейнер. Но я не знаю, среднестатистическая семья из двух человек, она может такое количество отходов произвести. Это первое в таком объеме. Второе, этот контейнер, что должен, чтобы заполниться, и чтобы заплатить за вывоз полного контейнера, нужно месяц ждать. А что в нем будет в летом? И что в нем будет зимой? Зимой он весь примерзнет. А летом он будет что? Там будет соответствующая система. А фирмы неумолимы. Они говорят так, нам не важно. Мы подъезжаем, значит, контейнер полный. Значит, начнет вонять, будем вывозить из четверть кубового контейнера по пол ведра этих отходов за 13 евро за куб. Но вот здесь начинается очень много неясности. Я думаю, что население будет просто саботировать. У нас несколько звонков сразу. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Я вспоминаю, в 70-е, 80-е годы в Вимонте около нашего дома поставили пищевой контейнер. Мало того, что их не вывозили 2-3 дня, так там же еще эти мухи сине-зеленые, здоровые разводились. Окна квартир совершенно невозможно было открыть. Но тогда мусорники стояли довольно далеко. А сейчас, если близко около дома, бедные жильцы, мне их очень жалко. Спасибо. Спасибо, да. И сразу, может быть, еще следующий звонок. Здравствуйте. Да, добрый день. Еще раз я хотела... Это комментарии... Я звонила по поводу... Что три шага от дома... От окна стоят мусорники. И я хотела господина Сидорка поблагодарить, потому что он полностью понял эту... Проблему, я понял. Проблему. Когда шли к власти в Рижскую Думу, они обещали все сделать. Он прав, что одна компания заменилась на другую, не меняя никаких реформ. Я хотела бы, чтобы каждому, кто находится в Рижской Думе, чтобы под окном у них стояли мусорники 30-метровые, и перед их окнами с вонью бросали эти маленькие контейнеры. Я не злая, но я от предела... Я уже хотела записаться и запишусь в Рижскую Думу. Мне кажется, там бесполезно. И что, они живут немножко в другом жилом фонде. Да. Тут вряд ли. Еще спрашивают... Да, ну, скорее эмоциональная такая реплика. Объясните, почему каждый год счета растут на 20-30% и как оплачивать эти счета пенсионерам, у которых пенсии 200-300 евро в месяц. И таких пенсионеров 60-70%. На чем нам еще можно экономить? Ну, почему счета растут, можно очень просто объяснить. Исходное сырье растет. Растут энергоносители в своей цене. Растет электроэнергия. То есть энергетика растет. И как только растет энергетика, все начинает. И второй фактор – это фактор повышения минимальной зарплаты. То есть что значит повышение минимальной зарплаты? Ее можно повышать двумя способами. Один способ – когда средняя зарплата достигает определенного потолка, и уже естественно, чтобы меньше платить никто не собирается, повышает уровень минимальной зарплаты. Либо, как у нас, с удивлением удивляются, почему мы повысили законодательный уровень минимальной зарплаты, а людей все меньше и меньше работает на минималку и вообще работает. Это очень просто, потому что директивно назначать минимальную зарплату – это пустое дело. Это считать, что деньги растут на деревьях. Только ленивые их не собирают. Увеличение минимальной зарплаты сразу ведет к удорожанию всего и всех. Потому что если ты работаешь легально, ты вынужден платить за тот же предыдущий объем работы большую зарплату. И это означает, что производительность труда не повышается, а зарплата растет. Ну и, соответственно, идет на повышение. Поэтому, а как жить пенсионером? С большим сочувствием отношусь к этой категории. Но, знаете, у меня такое впечатление, что я скажу страшную вещь. А кого это волнует, по сути дела? Вы все являетесь частными собственниками с точки зрения закона. У вас у всех есть квартирная собственность. Но изначально, значит, собственник не может быть бедным человеком. Владелец недвижимости не может быть, не совпадает по логике с этим. Поэтому, к сожалению, здесь с неплатежеспособностью мы сталкиваемся постоянно. Эти люди в чрезвычайно стесненных условиях. Если не хуже, ничего здесь посоветовать не могу. Потому что, если мы говорим об управляющих компаниях, то мы не зарабатываем себе прибыль. В основном это не прибыль. У нас такого понятия и цели нет. Наша задача обеспечить выполнение услуг. И основная наша боль это то, что мы являемся сборщиками коммунальных платежей и передачей их поставщикам коммунальных услуг. То есть тепло, вода, электричество. И это граватнейшая такая и роль, и нагрузка. И, к сожалению, мы здесь только выступаем, ну, вроде, в роли злового взыскателя денег. Хотя деньги, как раз таки, в основе своей, не наши. Так бы я сказал. То есть они не идут в ваш карман, а перехваты? Нет, они не идут не в чек, а они уходят. Мы должны собрать, выставил мне в этом месяце, допустим, в Рига Силтум счет 100 тысяч евро за поставленную теплоэнергию. Я должен собрать эти 100 тысяч и передать дальше. Если ты смотришь на квартиру, то в среднем это получается евро на квадратный метр. Ну, значит, если у тебя 60 квадратных метров, значит, 60 евро ты должен отдать мне, вроде бы, и это дорожает услуга. Вот сейчас она там на 30 процентов подскочит. А домоуправление с этого не имеет ни копейки. Да и не должно им. Но просто-напросто мы плохие. Мы собираем эти деньги. Наверное, еще успеем звонок принять. Здравствуйте. Я прошу прощения, еще на секундочку. Один из источников подорожания наших счетов, люди что, забыли, как одномоментно нам повысили счета на пятую часть. То есть, ввели налог в 21% на наши платежи. Ввело государство. То есть, из наших платежей пятую часть сразу забирает себе государство. Это что, не помнят люди? Ну, немножко только поправлю. Не всех платежей. Не всех. Это, собственно говоря, вот услуга домоуправления была обложена НДС. Если раньше тепло, вода, электричество были, поставлялись вам, уже включает, цена включала в себя НДС, то услуга домоуправления по обслуживанию, вот те вот это, то, что у вас там называется или пара, аудишина или апсиемникошина, эта услуга не облагалась ПВН. Сейчас она облагается. Она в общей структуре затрат на содержание квартиры, это слуга, где-то составляет 20-25%. Вот эти 20-25% обложили дополнительно еще и ПВН. Это верно. Последний звонок. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Вот знаете, вот я в Литве какое-то время тоже жил, да, вот я знаю, что в Эстонии то же самое. Под домами, которые многоэтажки, если были какие-то вот владельцы, им давали равнозначные участки земли в других местах. И как бы с формы собственности переходило к государству. У нас же по нашему закону получается, что частные лица владеют. И законопроект этот готовил господин Левец, который сейчас президент. И он является выгодополучателем. Как вы вообще к этому относитесь? Спасибо больше. Спасибо. Ну, я отношусь к этому так же, как и вы. Но только хочу уточнить, что ни в Литве, ни в Эстонии в институции земли не было вообще. Точнее, в Литве было в отношении сельскохозяйственной земли в очень ограниченном объеме. То есть, если ты крестьянин и жил на исторический на своем хуторе, где жили там твои предки, обрабатывал какой-то кусок земли, то тебе могли вернуть эту землю. В городе вся земля была, как была в муниципальной собственности, так и осталась. И в Эстонии то же самое. То есть, там вообще этого не было. Насчет господина Левица, который в союзе с господином Грунтупсом все это провернул, ну, согласен. Этот человек сегодня нас учит жить дальше, что делать. Но он был одним из таких ярких, яростных деятелей, которые юридически прорабатывали вопрос о том, чтобы устроить институцию. Собственно говоря, что-то добавить ВИЦА. Ну что же, у нас на самом деле время передачи вышло. Спасибо большое. Напомню, что Сергей Сидорко и Варгонтарев отвечали на ваши вопросы. До следующего понедельника. До свидания. Всего доброго. До свидания.